Коза Дереза Жили себе дед да баба. У деда была дочка, и у бабы дочка. Купил дед козу и послал бабкину дочку пасти её. Вот бабкина дочка целый день козу посла, а к вечеру напоила её и гонит домой. А дед сидит у ворот и спрашивает у козы. — Коза моя, козочка, наелась ли ты, напилась ли ты? А коза отвечает. — Нет, дедушка, не пила я, не ела. А как бежала через мосточек, ухватила кленовый листочек. Как бежала через гребельку, ухватила воды капельку. Только всего и пила я, и ела. На другое утро посылает дед свою дочку козу пасти. Вот дедова дочка целый день пасла козу, а к вечеру напоила её и гонит её домой. Дед опять сидит у ворот и спрашивает. — Коза моя, милая, наелась ли ты, напилась ли ты? А коза опять своё? — Нет, дедушка, не пила я, не ела. А как бежала через мосточек, ухватила кленовый листочек. Как бежала через гребельку, ухватила воды капельку. Только всего и пила я, и ела. На третий день дед сам снарядился. Выгнал козу в поле. Пас целый день. А вечером напоил и погнал домой. Дед впереди козы забежал, сел у ворот и поджидает её. Воротилась коза. Дед и спрашивает. — Коза моя, козочка! Коза моя, милая! Наелась ли ты, напилась ли ты? А коза опять своё? — Нет, дедушка, не пила я, не ела. А как бежала через мосточек, ухватила кленовый листочек. Как бежала через гребельку, ухватила воды капельку. Только всего и пила я, и ела. — Э-э, так вот ты какая! — сказал дед и стал козу бить. Вырвалась коза от деда и убежала в лес. Бежит коза, видит, в зайчья избушка стоит. Сбежала коза в избушку, а зайца дома-то нет. Заперлась коза и забралась на печку. Немного погодя приходит зайчик домой. Хват лапкой, дверь заперта. — Кто там? — спрашивает заяц. А коза в печи. — Я коза Тереза за три гроша куплено. Полбока луплено, топ и топ и ногами. Заколю тебя рогами, ножками затопчу, хвостиком замету. Испугался заяц, заплакал. Идет мимо серый волк и спрашивает. — О чем, заянька, плачешь? — Как мне зайки не плакать? Коза Тереза в мою избушку забралась и двери заперла. Нигде мне зайцу жить теперь. Волк и говорит. — Не плачь, заянька, я этого зверя выгоню. Пошел волк к зайкиной избушке и спрашивает. — Кто-кто в зайкиной избушке сидит? А коза с печи. Я коза Тереза за три гроша куплено, полбока луплено. Топ и топ и ногами. Заколю тебя рогами, ножками затопчу, хвостиком замету. Испугался волк и пустился со всех ног бежать. Вот опять сидит зайчик под березой и плачет. Идет мимо медведь. — О чем, заянька, плачешь? — рассказал ему зайка про свое горе. А медведь и говорит. — Не плачь, заянька, я этого зверя выгоню. Подошел медведь к избушке и рявкнул. — Кто-кто в избушке сидит? — А коза с печи. — Я коза Тереза за три гроша куплено, полбока луплено. Топ и топ и ногами. Заколю тебя рогами, ножками затопчу, хвостиком замету. Испугался медведь и убежал в лес. Сидит заяц опять под березкой и горько плачет. Летит мимо пчелка. — О чем, заянька, плачешь? — рассказал зайка пчелке про свое горе. — Не горюй, заянька, я тебе помогу! — сказала пчелка. — Где тебе, пчелка, помочь? Волк гнал козу — не выгнал. Медведь гнал — не выгнал. — Где тебе выгнать? А пчелка прилетела в зайкиной избушке и спрашивает. — Кто-кто в избушке живет? — А коза с печи. — Я коза Тереза за три гроша куплено, полбока луплено. Топ и топ и ногами. Заколю тебя рогами, ножками затопчу, хвостиком замету. Не испугалась пчелка. Начала вокруг избушки летать, во все щели заглядывать. Нашла дырочку, пролезла в избушку, да так ужалила козу в бок, коза в дверь да влез. Только ее и видели. Обрадовался зайчик, вбежал в избушку и стал в ней жить. Субтитры создавал DimaTorzok